55 пунктов вакцинации в Ростове, 27 из них мобильные, 47 бригад выезжают, чтобы сделать прививку на дому. С таким арсеналом городская администрация считает вполне реальным привить к осени 60% взрослых горожан. Это почти 565 тысяч человек. Вчера было проценировано 4056 человек. Это был самый большой пик за день. Это был самый большой пик с момента вообще вакцинации у нас города. Вчера появился такой большой спрос. У нас сегодня больше тысяч жителей еще стоят в очереди, поэтому видно, что жителям это нужно. Медицинские организации города готовы вакцинировать необходимое количество населения. Пропускная способность медучреждений позволяет вакцинировать до 8 тысяч человек в сутки. Все пункты обеспечены медицинскими работниками необходимым инвентарем и оборудованием. Работа пунктов вакцинации ежедневно обеспечивает более 180 врачей, медицинских сестер и регистраторов. Число инфицированных в сутки в Ростове сейчас практически не растет. В среднем это 70-75 человек. Но тяжелых случаев становится больше. Из-за роста госпитализации в горбольнице номер 20 добавили 150 ковидных коек. Итого в городе таких 870. В случае необходимости можно будет оперативно развернуть еще 420. Всего же в пик заболеваемости на территории города было развернуто 2020 ковидных. Сокращение инфекционных ковидов стало возможным благодаря комплексу мер, утвержденных постановлением правительства Ростовской области номер 272, о мерах обеспечения санитарно-экономического благополучия. Снова актуальны рейды по выполнению санитарных мер в торговых центрах, предприятиях общепита, в автобусах. Количество протоколов за нарушения выросло в десятки раз. Говорили на коллегии и о работе общественного транспорта в жару. У нас сегодня очень много поступает критики по поводу того, что в автобусах сегодня в жару не работают кондиционеры. Понятно, что в кондиционерах не работает и жарко. О каком вообще можно говорить вопрос, надевать маску, если так дышать тяжело? Какие мы меры сегодня предпринимаем? Как мы сегодня работаем с переводчиками? Как вообще не реагируют? Есть ли какие-то улучшения? По результатам выявленных нарушений мы инициировали расторжение контрактов. И им будет дано 10 дней на исправление ситуации. Также мы продолжаем работу не останавливать. Каждые две недели мы будем инициировать этот процесс, пока не достигнем того, чтобы были комфортные условия, обеспеченные для наших посадков. Еще на заседании обсудили итоги прошедшего и подготовку к будущему отопительному сезону эффективность реализации муниципальных программ Ростова. Екатерина Лободина, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.